Всем привет! Сегодня мы с ребятами отправляемся в самый страшный квест нашего города. Мы побывали в очень большом количестве квестов и нам сказали, что это самый дикий, который только возможно. Суть его заключается в том, что мы просто заходим в лифт и куда он нас везет, мы не представляем. Мы знаем только одно, что мы будем опускаться по уровню вниз. И с каждым новым уровнем все страшнее и страшнее. Вы готовы? Немножечко нет. Давайте начнем. Ну что, идем? Да, погнали. И что, и куда мы едем? Я даже не имею представления, что... Ладно, все, собрались, собрались. Мы команда. Мы ничего не боимся. Ничего. Интересно? Погнали. Блин, здесь все сужается. Аккуратнее голову уберегите. Ой, капец, мы на каком-то складе как будто. Я сейчас не могу представить, нахрена мы сюда пришли. Каль, нам нужно попасть на второй уровень, мне нет идеи. А, очень прикольная локация. Черт! Это ты сделал, Коль? Нет. Она сама закрылась? Да. Она просто закрылась. Посмотрите, я вижу пилу. Мне кажется, здесь пытают людей. Ну, либо делают вид, что пытают, и эти декорации сделаны чисто для нас, чтобы мы испугались. А, походу... Блин, Егор, не залазь, слышно, наверное. Здесь реально пытают людей. Там такие звуки, блядь, только что. Стремные. Здесь открыта дверь. Пойдемте туда. Потолок из колючей проволоки. Ты такое когда-нибудь увидел? Ну, здесь лучше не прыгать, наверное. Явно здесь есть какая-то загадка, и нужно понять, как пройти на второй уровень. Какие-то сатанистские надписи, реальские. На непонятном языке просто. Давай попробуем прочитать, что здесь написано. Наоборот, надо читать. Господи, как есть. Он нас закрывает, он нас закрывает. Я обожаю, конечно, квесты, но я так пересрал пацаны. Я не понимаю, почему, когда происходит что-то страстное, мы просто вот так стоим. Понимая, что у нас закрывает, мы все равно ничего не сделаем. Это шоковое состояние. Смотрите, здесь есть какие-то надписи, и вот дверь. Нам нужен ключ от замка либо этого, либо того. Но здесь замок с цифрами. Соответственно, нам нужно найти код. Мне кажется, это какие-то буквы. И здесь нужно, наоборот, прочитать фразу. Хрен знает, что здесь делать. Чуваки, здесь через отражение видно все. Можно прочитать. Там написано, иногда в отражении можно увидеть больше. Да. И как нам это поможет? Здесь нет никакого кода, черт. Ну да. Возможно, дальше зеркало смотреть. Отражение, значит, отражение идет из зеркала. Пацаны, нужно смотреть в зеркало. И где-то что-то должно быть еще. Ребят, смотрите, тут какие-то цифры. Мне кажется, это двойка обратная. А это пятерка. Да, похоже на 25. Через зеркало на 25. Подожди. А можешь повернить зеркало? Да, там 25. Точняк это 25, ребята. Егор, а попробуй еще на ту сторону посмотри зеркалом. Там тоже какая-то надпись. Потому что это тоже цифры. 25 мало, здесь 4 цифры. Это либо 1,6, либо 7,6. Итак, что мы имеем, ребят? У нас есть 25 число и число 1,6. Либо 7,6. Давайте попробуем ввести. 1, 6, 2, 5. Не работает. А если 2, 5, 1, 6? Попробуй 2, 5, 1, 6. Открывай. Что мне сейчас? О, че. Да я думаю, это просто вход в другую локацию. Мик, иди сюда. На всякий случай, вдруг здесь вылезет сейчас 6 зомби, и нам придется отбиваться. Я просто очень боюсь, что сзади что-то прибежит. Все, пацаны, наготови. Раз, два, три. Ключ. Верни! Я держу средство. Открывайте! Быстрее! Коль, помоги мне! Он выбивает на эту дверь. Черт, ты открыл? Не могу. Быстрее, Влад! Пожалуйста! Открывай, открывай, открывай. Флагнамент? Быстрее, быстрее, быстрее. Твою мать! Кирилка, закрывай дверь, Влад. Кирилка, закрывай дверь, Влад. Быстрее, ребята, можно что-то разгадать. Я взял на всякий случай ключ. Ребята, что сделаешь? Я не знаю, решайте. Решайте что-нибудь. Надо придумать... Здесь дверь закрыта. Черт! Может быть внизу? Он сейчас просто выломает замок. Быстрее, ребята! Стоп, стоп! Здесь какая-то кнопка. Здесь какая-то кнопка. Может быть мне надо... Надо нажимать, значит. Нажимай дверь! Я боюсь! Открылась! Кирилка, это было жёстко! Кирилка, выломает замок, нахрен! Кирилка! Быстрее, быстрее, закрывай дверь. Все, держи, держи, держи. Давай, я буду держать. Держи, держи крепко. И что? Куда мы, нахрен, попали? Просто белая комната, может быть, стрельного ушка. Как в психбольнице. О, Егор, а чего ты сапоги наделал? Ведь уже весна. В смысле, да. Всё нормально, ты чего? А, ну ладно. Странно. Егор, когда ты успеешь переодеваться? Отставить разговоры! Почему не играем в реалистичную военную стратегию на смартфонах? Разрешите пояснить, о какой стратегии идёт речь? Варпас! Это бесплатная, реалистичная, стратегическая игра для телефона. Стратегическая игра с непревзойдёнными степенями свободы. Варпас передает настоящую историческую кампанию. Сегодня, салаги, мы высаживаемся у берегов Нормандии. А завтра участвуем в битве на пляже в Амахе. Реальная экипировка в игре, реальная, понимаешь? Как в жизни. Больше десяти реальных исторических командиров нам в помощь. Придётся вспомнить абсолютно всё, чем у вас учили. Ты меня понял? Тактика – это наше всё. Помните, что такое окружение, перемещение или ограничение положения блокировки. Разведуйте вражескую территорию, чтобы определить слабые места вашего врага. И сражайтесь с ним из засады. И прежде чем в бой вступать, салага, вступай в наш альянс. Нам нужна помощь в битве с игроками со всего мира. А знаешь, чем мне нравится эта игра? Нет, товарищ папорщик. Ты должен знать это, как отче наш. Реализмом стратегических перемещений. Всё, как в реальной жизни. А знаешь, что ещё реально? Друзья, ссылка в описании для новичков. А вот это другое дело. Теперь вы знаете, что такое Варпас. Соревнуйтесь за звание самого могущественного полководца Варпас. Многие игроки получают шансы выиграть потрясающие призы. Теперь это ваша команда. Настоящая военная игра Варпас. Играйте прямо сейчас. Здесь есть камера. Ребята, за нами следят. Здесь есть камера и колонки. Подскажите нам подсказку хоть одну, пожалуйста. Здесь есть дверь. Здесь есть дверь. Видите выступ? Здесь дверь. Она должна как-то открываться. Пацаны, давайте быстрее думайте. Может, здесь тоже какие-то цифры, буквы, что-нибудь? Заложите, выберите дверь. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать. Я не знаю, чуваки. Может, плитки это кнопки какие-нибудь. Что ещё раз? Может, плитки это кнопки какие-нибудь. Ну, типа, объективно. Ты имеешь в виду, что плитки это кнопки? Я нажал. Пацаны, быстрее. Я нажал на одну кнопку, пацаны. Но ни хрена не открылась. Может, ещё еще ищите кнопки. Ну... Закрывай, убьи, прыжай, быстрей! Хорошо! Да, точно! Не, открылась, еще надо. Давайте, позабыть! Открылся! Валим, валим, валим! Кидай, на раз, два, три. Раз, два, три, побежали! Все, забей! Твою мать! Быстрей, быстрей, ребята! Здесь какой-то тоннель. Кири, кири! Здесь ничего не видно! Быстрей! Твою мать! Она закрылась, ребята! Я здесь, чуваки, я не знаю, где мы находимся, здесь очень стрёмно, помогите! Быстрее, помогу, я тебе помогу! Твою мать! Он направится сюда! Ребят, быстрее! Коля, идем за нами! Осторожно! Твою мать, тут пуска, не знаю куда! Миха, Миха, Миха! Очень аккуратно, Миша просто скатился жестко! Было, я поймал! Кирилл, давай быстрее! А где Коля? Есть! Кирилл, лезь! Коля, что это за место? Коля, 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 Коля где? Колян! Тихо, 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 Колян! Все нормально? Да! Там просто кто-то ловил! Ребята, это не Клэш, вас заманили сюда, это ловушка! Все это сейчас начнут суржать! Твою мать, быстрее! Тут какие-то кнопки есть, нажмите на них! Первая, вторая, третья, вот еще одна, вот вторая! Нет! Да, да, да! Держи дверь! Нажимайте на кнопки! Что делать? Что делать? Нажми первую! Нажми вторую! Вторую нажми сверху! Нет, это не она! Там! Что вон там? Посмотри, что это там? Там есть что-то? Весь! А я вижу, ты не подписан! Жду! На! Ка-на! На! 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 Субтитры сделал DimaTorzok